Ну что, ребят, всем привет, добро пожаловать на мой канал, и это осенние переодевашки династии Хант, потому что у нас настала осень, и я хочу поздравить всех с первым днем осени, и, конечно же, с днем знаний, всем тем, кто сейчас идет в школу, в университет, я желаю вам отличной и легкой учебы, без каких-либо заморочек, самое главное, помните, что вы самые лучшие, и у вас все обязательно получится, ни в коем случае не расстраивайтесь. Ну а те, кто уже не учится и периодически сталкивается с какой-то осенней хандрой, я присоединяюсь к вам, и могу сказать, что я испытываю постоянный диссонанс осенью, потому что я очень люблю это время года, правда, я обожаю всю вот эту вот эстетику осеннюю, всю эту атмосферу, тепло-уютные свитерочки, пледики, свечки, чай, кофе или какао, я очень люблю все эти цвета, буйство красок осенних, и даже те самые дожди, которые вгоняют нас в серость, в какую-то печаль, тоску, депрессию, я это все очень сильно люблю. Честно говоря, я неоднократно говорила, что осенью я намного продуктивнее, несмотря на то, что у меня бывают такие эпизоды депрессивные, действительно, бывают, то, что я прям очень сильно лежу в таком прям овощном состоянии, ничего не хочу делать, и просто ни с того ни с чего на меня наваливается дикая депрессия от того, что в жизни все плохо, все идет не так, как мне нужно, и так далее. Но я научилась с этим бороться, я это просто направляю в нужное русло, и перевожу в какую-то вот атмосферу, опять же, если я очень сильно грущу, и мне не хочется вставать с кровати, я укутаю себя красивым пледом, надену теплый свитерок, вязанные носочки, сделаю любимый теплый чай, и посмотрю любимый фильм. Вот как-то так, знаете, я научилась бороться с этим, опять же, из-за того, что я сейчас как-то не работаю, на улице я бываю редко, и когда я выхожу осенью гулять, я просто наслаждаюсь красивым видом, наслаждаюсь атмосферой и запахом, и у меня нет вот этого вот, как раньше, когда я работала, я ненавидела осень, потому что это надо рано вставать, в эту слякоть, в холод, и да, легко сказать, когда ты сидишь дома, как красиво осенью, и как прекрасно это время года, поэтому я понимаю и тех, и других. Ну что ж, а у меня в династии тоже настала осень, первый день осени, я так ждала, когда закончится лето, честно, я не знаю почему. Лето отыгрывать в династиях, и вообще в целом в Симс, мне не очень сильно нравится, потому что лето какое-то такое тягомотное время года, ты постоянно что-то пытаешься куда-то их притулить, то вы там в отпуск слетаете, а ты ладно, окей, на какой-то период. И все, дома не посидишь, если ты в квартире, то это вообще ужас. Ладно, еще если у вас частный дом, и вы действительно можете искупаться в бассейне, пожарить шашлыки, как-то почилить и пригласить родственников, либо отправить их на дачу, как делала я, да, но осенью сидеть так же дома, даже в той же квартире Сан-Мишуна, это уже абсолютно другое, потому что безумно красивый вид, тебя не бесит этот постоянно зеленый цвет вокруг, как-то все это вот одинаково, периодически идут дожди и грозы, а грозы просто какие-то нереальные в Sims, я просто поклоняюсь разработчикам за это потрясающее дополнение времени года. Ну что ж, как я уже сказала, мы законнектились, получается осень у меня и в династии, и в нашей жизни настала осень наконец-то, и знаете, очень хотелось бы отыграть всю династийную осень, пока это время года идет у нас, но, к сожалению, это нереально, иначе просто можно так сильно перегореть к династии, сидя на одном месте, хоть у меня и стоит 28 дней в сезонах, но даже этого очень-очень мало, потому что, ну не знаю, сколько там, 4 недели отыгрывать 3 месяца реальной жизни, это, конечно, надо быть долбанутым, и я думаю, что за нашу осень, в моей династии осень будет еще раза 2-3 точно. Ну так что ж, давайте, наверное, приступим. Первую я мейковерю Бриану, вот такая вот тетя Моти у меня стала, и я была очень рада обновить ее гардероб, я не так часто обновляю гардероб персонажем, у меня привычка делать по несколько нарядов и менять их. Я знаю, что очень многие выбирают по одному наряду и меняют достаточно часто, как в реальной жизни, ты занашиваешь какую-то свою любимую шмотку, а потом едешь в магазин и покупаешь, и сразу же меняешь весь свой образ. Ну а я как-то вот люблю по несколько нарядов создавать и менять их по сезонам, либо по каким-то необходимым ситуациям, которые происходят в жизни наших персонажей. Что же можно сказать про Бриану? Я ей, конечно же, да и как и всем в целом в семье, я выбирала такие очень теплые оттенки, потому что, как я уже сказала, осень это что-то теплое для меня, уютное. Это такая гамма от холодных до теплых, и я не знаю, даже вот эти цвета, ну вы сами понимаете, да, в основном преимуществе это какой-то бордовый, оранжевый, ярко-желтый, горчичный, то есть вот какие-то такие вот темные цвета, также коричневые, и можно быть черные. И вот такой гардероб я пыталась создать, и, знаете, мне кажется, у меня получилось, и больше всего, что меня еще радует, я обожаю менять почему-то пижамы, и потому что это как-то домашняя одежда, и когда наступает холодное время года в игре, я постоянно добавляю им какие-то свитерочки, какие-то кофточки, кардиганчики, тапочки уютные. Вот я прям это обожаю, потому что, правда, с персонажами достаточно часто сидишь дома в холодное время года, ну и чтобы тебе не приедалась одна и та же одежда, ты ее тоже стараешься как-то разнообразить, обуютить и сделать какой-то такой. Ну, в целом, про гардероб я еще не знаю, что говорить, потому что прическа и внешний образ никак у персонажа не поменялся за это время, она сейчас находится в своем стабильном возрасте, в своем стабильном состоянии и стиле, поэтому ничего такого менять не хотелось, максимум, что я ей чуть-чуть поменяла где-то помаду, сделала такие более темные оттенки, опять же, какие-то такие матовые губы ей сделала, и добавила более темных румяшек, чтобы, знаете, когда ты ходишь летом или там весной, я ей добавляла какие-то более розовые, такие блестящие, больше хайлайтера, а на осень и зиму я решила ей сделать более коричневые, темные такие оттенки, без какого-то яркого блеска, а просто вот, ну, чтобы ты прям с темным таким вот макияжем ходил, не знаю, как это описать, чтобы ты полностью вливался в осенний вот этот пейзаж и вид за окном. Давайте немножко поговорим про Бриану в целом, что сейчас происходит у нее в жизни, да, как вы могли наблюдать, я уже неоднократно говорила, что Бриана начала выхватывать постоянно выгорание на работе, я не скажу, что ей не нравится ее работа от слова совсем, но повышение по карьерной лестнице у нее не было достаточно давно, у нее сейчас, по-моему, то ли четвертая, то ли пятая ступень медицины, она называется младшая медсестра, если все-таки брать на наш лад, человек отучился, да, сколько они учатся, там, медики, это же полжизни, ты учишься только, получаешь диплом, потом идешь работать, у тебя сначала интернатура, потом ты вот это вот все, и получается, что она действительно очень много лет училась, и она поступила, отучилась и начала работать, и, условно говоря, она уже так много лет работает медицинским сотрудником, и за все это время с таким дипломом, высшим образованием, с отличием, она является младшей медсестрой, это как бы, да, конечно, тяжеловато, но в Sims просто немножко по-другому выдаются вот эти должности, поэтому, ну, в моем представлении, она все-таки детский терапевт, педиатр, потому что, когда я играла с ней, как карьера открытая, когда я езжу с ней на работу, я чаще всего почему-то беру лечить деток, мне так их жалко, потому что стоят вот эти вновь пришедшие заболевшие клиенты, да, вот эти вот посетители, и они стоят у стойки регистрации, среди них есть взрослые, есть дети, и почему-то мне кажется, что взрослые потерпят, а детям больше нужна помощь, и я чаще почему-то беру лечить детей, поэтому я решила для себя, что Бриана является именно педиатром, и вот что-то, как-то, знаете, какой-то несостыковочка получается, потому что с сыном дома она очень мало времени проводит, у нее вообще с Крисом семейная динамика строгость, а с папой, по-моему, то ли шутники, то ли поддержка у Криса, ну, то есть, получается, что с мамой именно у него строгость, и это так странно, что Бриана относится к нему строго, хоть и видит своего сына достаточно редко, а на работе общается с другими детьми, и вот я не знаю, что в целом делать мне с Брианой, как мне поступить, что делать с ее карьерой, потому что, как я уже сказала, повышение дается нам достаточно сложно, и я думаю, что она начала чаще все задумываться о каком-то ветеринарном направлении, да, как она раньше об этом думала, возможно, она вспоминает, как она раньше каталась на коньках и думает о возможности тренера, каких-то юных фигуристов, ну, то есть, вот эти мысли все ее посещают каждый раз, когда она приезжает с работы с выгоранием, может быть, она и не хотела быть мамой никогда, но, видя, как ее ребенок постоянно там общается с папой, и как-то так достаточно холоден к маме, возможно, где-то у нее это йокает, и она хочет больше времени проводить дома со своим ребенком, поэтому я пока не знаю, что здесь думать, я пытаюсь найти какие-то знаки от игры и слушать ее, как обычно, пока что ничего такого мне в голову не приходит, поэтому, поэтому я думаю, пока что я просто думаю, ничего особого делать я не хочу с Брианой, ну, что будет, то и будет. Кстати, есть один нарядец, который я и сделала, это такая горчичная толстовочка, прям большая, точнее, не толстовка, а такой кардиганка, кофта длинная, и когда я уже переодевала Дилана, я нашла такую же кофту, это так мило, и вот на обложке к мейковеру они как раз в этих свитерочках стоят, и это такой получился прям фэмили лук, но для мелкого ничего такого горчичного не нашла, поэтому мама и папа, чисто, знаете, вместе. Ну что ж, я перешла к Дилану, и что могу сказать его? Я тоже просто переодела, потому что у него было достаточно много каких-то рубашек с коротким рукавом и шортов, конечно же, хотелось это все дело поменять. Кстати, я все время, пока смотрела на Дилана в кассе, мне казалось, что он прям поднабрал, вот знаете, хотя у него ползунок веса не такой высокий, то есть он в обычном среднем телосложении, но потом я увидела, что у него оказывается ползунок с мышцами поднят почти на максимум, и я поняла, что эта зараза накачалась походу, причем накачался очень странно, у него не то, что плечи и грудак большие, а именно ляхи, вот это вот вызывает у него как будто лишний вес, и на нем так странно смотрятся некоторые брюки, джинсы, штаны в целом, и я такая, блин, что-то здесь странное, в общем, Дилана какая-то несуразная телосложение получилось, но в целом-то ладно. Ему я тоже подобрала всякие свитерочки уютные, и в домашнюю одежду, и в повседневную, и в костюм, и, кстати, вот именно костюм и для праздника я попыталась выбрать цветовую гамму все-таки как у жены, потому что в отношениях с Брианой у них все достаточно хорошо, они после медового месяца конец лета провели вместе, потому что Крис был то на даче у бабушки, то он был на ранчо у своего дяди и коннектился с лошадками, поэтому они достаточно много времени проводили вместе, у них там и интимные какие-то близости были, и в целом они очень хорошо ладят между собой, у них, я не помню, какая динамика, но у них очень хорошее взаимоотношение, и в целом они подходят друг к другу на все сто, ну и помню, что Бриан у нас верная, поэтому в сторону она не смотрит, и в целом любит своего мужа, у нее получается работа, дом, как бы муж, ребенок, быт. Дилан продолжает заниматься музыкой и пишет свои какие-то треки, я не вижу в нем какого-то прям направленного специалиста, то есть я не могу сказать, какой стиль музыки он пишет, мне почему-то кажется, что это даже не попса, он обычно не поет, он прям биты создает, то есть какие-то минуса для каких-то, возможно, именно попсовых исполнителей, или джазовых даже, но что-то, знаете, мне почему-то кажется, что он не какой-то там супер-рок, рэп пишет, то что-то такое вот прям спокойные какие-то мелодии, которые, да, разбирают на какие-то биты, возможно, это просто какие-то саундтреки к фильмам или к сериалам, рекламам, каким-то шоу, не обязательно, да, что он для каких-то исполнителей пишет, поэтому на этом он не зарабатывает какие-то супер-миллионы, но как музыкант он полностью себя проявил и продолжает на этом зарабатывать какие-то деньги, а семья уже достаточно хорошо идет на плаву, потому что мы выплатили ипотеку, и сейчас потихонечку копим-копим деньги, несмотря на то, что приходят достаточно большие счета, но в целом стабильно у семьи уже около 20 тысяч семиллионов держится, и я считаю, что это огромный успех, мы можем откладывать уже на будущее для Криса, да, и, наконец-то, мы уже встали на ноги, грубо говоря, и ни в чем особо не нуждаемся. Поэтому про дела нам мне больше сказать нечего, как я сказала, он больше времени проводит с Крисом, он для него прям папа-папа, и, честно говоря, если бы сложилась такая ситуация, что вдруг семья как-то развалилась, развелась или еще что-то, мне почему-то кажется, что Дилан отстаивал бы Криса, чтобы забрать его и воспитывать одному, потому что он намного ближе к сыну, и, мне кажется, он бы его забрал, и у него бы желания даже было больше, чем у самой Брианы остаться с сыном. Такие вот ужасы, почему вообще я заговорила про развод? Никто не разводится пока что, да и в целом я этого не планирую, но у Дилана, как я сказала, было желание флиртовать с женой нашего друга Тео, но я еще пока это не провернула, но хочу сделать, я это желание закрепила, потому что желание Сима в закон. Хочу посмотреть просто, как это произойдет, потому что ситуация достаточно странная, он ее не знает, он познакомился с ней на своей свадьбе, и он понятия не имеет, что Тео, чьей женой является Натали, это бывший из детства и лучший друг, да и в целом бывшие Брианы, поэтому я не знаю, может быть они все встретятся в кафе, обсудят там 1 сентября, и как ребенок в школу пошел и все такое, и где-то там пофлиртуют, в общем я пока не знаю, посмотрим как это все дело будет. Ну а про Криса мне пока сказать нечего, наш маленький хулиган, это просто какой же он был хулиганистый в тоддлерстве, и сейчас он подрастает таким немножко бунтарем, все подробности его характера и формирования вы можете узнать только на стримах, потому что там я все это подробно обсуждаю, по образу ничего тоже сказать особо не могу, выбирала ему просто какие-то такие теплые, уютные наряды на осень, чтобы он там бегал с пацанами после школы за гаражами или еще где-то, но он продолжает пока что изучать литературу по конному спорту, потому что он не может пока никак заниматься с лошадками, так как лошадка наша живет у дяди на ферме, на ранчо вернее, поэтому, поэтому как-то пока что вот так. Как я сказала, он прям разбойник, школа у него только начинается, 1 сентября на носу, по учебе ничего сказать не могу, на данный момент по Симсу он является троечником, но это потому, что он еще ни одного дня своей жизни не пробыл в школе, ну а сейчас пойдет и глянем, что будет дальше. Ну и наверное на этом я буду заканчивать, ребята, потому что у меня уже закончилось видео, я не знаю, наболтала ли я озвучку, вот так вот скомканно и вкратце, потому что мой ковер не занял большого количества времени, но опять же, мне от вас скрывать нечего, все свои мысли поверхностно я рассказала, а более глубокие мысли, как я уже сказала, мы с вами обсуждаем именно на стримах по Династии Хант, если вдруг ты еще не смотрел, не смотришь или думаешь смотреть или нет, обязательно приходи, мы стараемся стримить каждое воскресенье в 6 вечера по Москве. Ну а на этом я закончу, и еще раз хочу вас всех поздравить с наступлением осени, не грустите, все самые лучшие времена еще впереди, до новых встреч и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»